Курдское ополчение Пешмерга добилось перелома в борьбе с организацией Исламское государство. Им удалось частично снять осаду горы Синджар, на которой тысячи иракских беженцев ждут эвакуации. Курдские силы самообороны при поддержке авиации международной коалиции сняли осаду с северной части горы Синджар. Одноименный город группировка захватила в начале августа. Десятки тысяч местных жителей и езидов были вынуждены уйти в горы. И с тех пор оставались там, осажденные радикалами. Продовольствие им доставляли по специальному коридору. Мы освободили большую часть города Синджар. Сейчас там продолжаются бои. Мои бойцы контролируют все дороги, ведущие в этот район. Мы уничтожим боевиков группировки Исламское государство. От боевиков организации Исламское государство освобождены также более 30 деревень на северо-западе Ирака. А в Сирии, где также активно действует группировка, продолжаются бои за приграничность Турции, город Кабани. И хотя, по мнению экспертов, его захват означал бы катастрофу, по крайней мере регионального масштаба, Турция не спешит вступать в бой. Конечно, группировка Исламское государство враг. Однако Анкара опасается, что Иссекурдам удастся сломить боевиков. Это приведет к их усилению внутри Турции. Двоякую позицию турецких властей обсудили в Дамаске. Спикер иранского мэджилица Али Лариджани и президент Сирии Башар Асад. Несмотря на отказ Турции воевать с организацией Исламское государство, турецкий премьер-министр Мевлю Чавушуглу придерживается ясной позиции относительно этой группировки. Во время недавнего визита в Тегеран он заявил, что кризис должен быть решен политическим путем. И мы надеемся, что уже вскоре мы найдем решение. Сирия стала первой остановкой в региональном турне Лариджани. Он также посетит Ливан и Ирак.